Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Марка на библейском портале экзегет. Мы читаем 16 главу. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. Помазать, то есть помазать благовониями, как это предполагалось в рамках иудейского погребального обряда. Когда человека хоронили, его покрывали специальными благовониями. Это было последнее проявление любви и уважения по отношению к покойному. И, как мы читали уже в Евангелии, Господь был похоронен в гробнице, то есть в такой пещере, высеченной в скале, которую предоставил Иосиф Аримафейский. Обычно тела казненных сваливали в общей могиле или даже просто оставляли гнить на крестах. Но в данном случае Иосиф Аримафейский пришел к Понтию Пилату и попросил у него тело Иисусова. Благодаря этому самоотверженному поступку Иосифа Аримафейского он был погребен вот в этой гробнице, где еще никто не был положен. Эта гробница выглядела, как пещера, высеченная в скале, вход в которую заваливался тяжелым камнем. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, обреченного в белую одежду, и ужаснулись». Юноша, обреченный в белую одежду, это, очевидно, ангел. Ангелы в Библии являются в виде мужей или юношей, и они производят на людей такое пугающее несколько впечатление. В Ветхом Завете, например, есть эпизод, где говорится, что «вот я встретила мужа, вид которого весьма почтенный, как вид ангела Божия». И вот они видят этого юноша, и этот юноша – ангел, обреченный в белую одежду. Он же говорит им, не ужасайтесь, и Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. «Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба. Их объел трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Мы читаем в параллельных местах Евангелия, что женщины идут и рассказывают апостолам о том, что Иисус воскрес, и апостолы реагируют на это первоначально с недоверием. Они показали слова их пустыми, не поверили им. Но вот что очень важно, мы видим, что первыми факт воскресения обнаруживают жены. Их называют жены-мироносицы, потому что миру – это вот как раз этот благоводный состав, которым хотели помазать тело усовшего Господа. И мироносицы – вот те, кто несут это мира. И нам вот этот факт, что первыми факт воскресения обнаруживают женщины, может показаться незначительным. Какая деталь. Однако эта деталь важная. Дело в том, что в античном мире женщины не считались достойными доверия свидетельницами. Ни в иудейской, ни в языческой среде. В языческой среде есть масса упоминаний о том, что язычники не считали, что свидетельству женщины можно доверять. Женщины считались ненадежными, болтливыми, эмоциональными, и поэтому их показания не принимались в суде. В том, что касается иудаизма, то до нас дошли некоторые трактаты, металлмудический, юридического характера, где утверждается, что женщины не могут рассматриваться в качестве свидетелей, а и не могут давать показания. И поэтому история о том, что первыми воскресения обнаруживают женщины, она выглядит чрезвычайно невыгодной с точки зрения христианской проповеди. Более того, до нас дошли полемические сочинения язычников, цельца, порфирия и других, которые как раз очень вцепляются в это обстоятельство, что первыми воскресшего встречают женщины, потому что как раз для язычников женщины были ненадежными свидетелями. И они очень насмехались, они очень в это вцеплялись. Когда апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, он перечисляет, что Христос воскресше явился сначала Петру, потом двенадцати, потом более нежели пятистам братьям, потом и мне, как некоему извергу, он не упоминает даже этих женщин, потому что у него задача убедить своих адресатов, он понимает, что упоминать женщин в этом контексте крайне невыгодно. И поэтому само свидетельство о том, что первыми его обнаруживают женщины, оно очень старое и оно очень надежное в том плане, что его никто никогда, ни в коем случае не стал бы выдумывать. Вот если бы речь шла о том, чтобы как-то выдумать это свидетельство, оно выглядело бы по-другому, что воскресший Христос явился четырем сертифицированным нотариусом и пятерым уважаемым членом Синендриона. Вот тогда бы это выглядело для древнего мира более-менее приемлемо. А так первыми видят женщины, и единственная причина, по которой это находится в Ветхом Завете, это то, что вот так оно и произошло. То есть эту историю никто бы придумывать не мог специально, придумывать ее было бы крайне невыгодно. Это то, что исследователи Священного Писания называют критерием неудобства. То есть наиболее аутентичным, наиболее надежным считается то свидетельство Писания, которое ранее Церковь ни в коем случае не могла бы, не стала бы придумывать, не стала бы изобретать. И вот это обстоятельство, что женщины первыми обнаруживают воскресенье, оно указывает на то, что это очень достоверно, никто бы такого придумывать не стал бы. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывших с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили». То есть апостолы первоначально не поверили. И тут еще какой очень интересный момент, тоже указывающий нам на достоверность его повествования. Это очень жестокие слова об апостолах. Когда мы читаем несколько более поздние тексты, которые уже написаны вторым поколением, уже апостольских, то там ничего негативного об апостолах не говорится. Апостолы – это столпы, это люди, окруженные бесконечным уважением, и никакого компромата ранние христиане про них и не смеют сказать, и не могут сказать. И единственные, кто могут говорить так уничижительно об апостолах, это сами апостолы. То есть это очень ранний текст, который отражает взгляды самих апостолов. Евангелие от Марка. Марк являлся переводчиком апостола Петра, и, видимо, со слов Петра все это и пишет. Второе, почему важно это обратить внимание, что они не поверили, это то, что иногда неверующие люди пытаются объяснить воскресение Христа как какую-то галлюцинацию. Люди напряженно ожидают, что вот сейчас Он воскреснет, сейчас Он воскреснет, вот сейчас Он воскреснет и появится в этом темном углу, мы его увидим. И люди там себя накрутили, и, наконец, Он начал мерещиться. И тут мы видим, что никакого напряженного ожидания нет. Апостолы глубоко обескуражены, они совершенно разбиты, и они не верят женам мироносецам сначала, когда те им возвещают, что Он воскрес. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но им не поверили. Немножко подробнее об этой встрече на дороге говорится в Евангелии от Луки, и это апостолы Лука и Клеопа. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именемые будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Господь отправляет апостола с поручением проповедовать Евангелие всей твари, то есть вообще всем людям, кто будет веровать и креститься, будет спасен, кто не будет веровать, будет осужден. И дальше говорится о знамениях. У веровавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпить, не повредит им, возложат руки на больных, они будут здоровы. Такие знамения они действительно сопровождали и сопровождают церковь, но церковь в целом. Было бы очень большой ошибкой, думать, что это знамения, которые должны сопровождать каждого отдельно взятого христианина. У веровавших, то есть вот всю группу у веровавших, всю церковь. И в церкви они происходят. Действительно, в церкви есть чудотворцы, в церкви это происходило в апостольской эпоху, происходит даже и сейчас, но нельзя сказать, что каждый отдельный человек обладает возможностью творить ей знамения. Вот была такая группа в Штатах, там люди брали змеи, чтобы продемонстрировать свою веру, но кончилось с тем, что змея одного из них укусила, и он умер. И поэтому, конечно, как пишут на некоторых передачах, не пытайтесь повторить это дома. На самом деле речь идет о знамениях, которые сопровождают церковь в целом, а не о чем-то таком, что можно дерзко брать на себя и искушать Господа Бога. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Здесь упоминается Вознесение Господа, и далее апостолы выходят на проповедь. И эта миссия проповедовать Евангелие всей твари, она продолжается в церкви, она продолжается во всех нас. Мы все призваны проповедовать распятого воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами прочитали последнюю 16 главу Евангелия от Марка на библейском портале Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok